Главная ценность Тверской области – это люди, которые всегда отличались стойким характером, силой воли и любовью к своей малой родине. Сегодняшнее поколение опирается на те традиции, которые были положены поколением победителей, ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. Символично, что в преддверии Дня России в городе Герой Москве состоялась торжественная церемония вручения Мечей Победы 45 городам воинской славы. Символы исторической доблести и отваги знаменуют единство всех поколений нашей ответственности за судьбу своей Великой Родины. Церемонию провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Участие в торжествах приняла и делегация из Тверской области. А подробнее о том, как прошла церемония награждения, расскажет наш корреспондент. Торжественная церемония проходила в зале славы Музея Победы на Поклонной горе. На нее приехали мэры городов, которые были удостоены памятным знаком Меч Победы, а также губернаторы регионов и большинство сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обращаясь к присутствующим, она заметила, что церемония проходит в день 350-летия со дня рождения императора Петра I. Именно в его правлении, как подчеркнула спикер, страна, благодаря знаменитым реформам, сделала колоссальный шаг вперед и закрепила за собой статус ведущей мировой державы. Я думаю, что сегодняшняя наша торжественная церемония – это важный шаг для сохранения нашей памяти, для увековечивания нашей славы, для передачи эстафеты нашим детям и внукам, уважения к нашим предкам и поклонения их великому подвигу. В 2015 году, в канун празднования 70-летия Победы Великой Отечественной войне, мечи Победы уже были вручены, но только городам-героям. В этом году традиция продолжилась и знаменитые клинки получили города воинской славы. Среди них два города Тверской области – Тверь и Ржев. Мечи своих городов получили их главы Алексей Огоньков и Роман Крылов. Также Тверскую область на мероприятии представляли председатель законодательного собрания Сергей Голубев и сенаторы Андрей Епишин и Людмила Скаковская. Наша страна действительно великая и очень приятно, что мы с вами живем в тех городах на территории Тверского региона, которые все силы, жители которых положили на то, чтобы была победа, чтобы состоялась победа за то, чтобы было будущее у нас. Поэтому мирного неба нам. В годы Великой Отечественной войны Калинин, ныне Тверь, сыграл огромную роль. В 41-45-х годах на территории областного центра и Калининского района проходили ожесточенные бои. В итоге Калинин стал первым городом, который освободили от фашистских захватчиков. Память о тех событиях навсегда останется с нашим народом. Тверская область до сих пор остается территорией поискового движения и военно-патриотического движения, потому что именно на территории Тверской, тогда Калининской области, происходили одни из самых крупопролитных сражений Великой Отечественной войны. Сражение возле города Ржева на северо-западе от Москвы по значимости встало в ряд со всеми известными битвами в Сталинграде и на Курской дуге. Такой момент в истории города Ржева, когда еще раз подчеркнули роль города Ржева в Великой Отечественной войне. Мы меч сейчас везем во Ржев, мы будем передавать его из поколения в поколение, тем самым будем сохранять историю. 45 мечей, изготовленных специально для городов, удостойных почетного звания город воинской славы. На первом столе у нас лежит меч для столицы Верхневожья города Тверь, а на втором столе у нас лежит меч специально для города Ржева. Уральские мастера вручную изготовили 45 клинков с уникальными дарственными надписями, портретами русских полководцев и легендарными словами Александра Невского. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. А храниться мечи победы будут в музее городов. У нас в городе есть, естественно, музей. Первоначально он будет размещаться там, хотя я думаю, что мы будем его выставлять в разных точках, для того, чтобы все могли посмотреть и прикоснуться к нему. Завершая церемонию вручения мечей победы, Валентина Матвиенко поздравила жителей награжденных городов и их руководителей, а также глав регионов с этим важным событием. Жители Тверской области по праву гордятся вкладом Тверской земли в разгром нацизма и бережно хранят память о тех, кто не щадя себя боролся с фашистскими захватчиками.